Как построить урок и что рассказывать своим ученикам, обучает молодых педагогов еще в университете. А применять полученные знания на практике подсобляет опыт. В начале карьерного пути справиться с трудностями и возникающими проблемами помогают старшие коллеги. Интерактивная школа – это проект для молодых педагогов, которые только пришли в профессию и только начинают накапливать багаж профессиональных знаний. Традиционно Молодежный Министерство проводит большое количество мероприятий для молодых педагогов нашего региона. Одним из них стала образовательная программа «Интерактивная школа». И сегодня проходит одно из занятий. Мы в 34-й гимназии. Здесь удивительный опыт именно воспитательной работы. И, наверное, этот опыт стоит показать молодым педагогам, чтобы забрали они его себе. 19 молодых педагогов подали заявку на участие в интерактивной школе. Занятия проходят раз в месяц, каждую встречу обсуждают новую тему. В этот раз молодым учителям рассказали о воспитательной работе, как услышать ребенка, помочь решить его проблему и подобрать правильные слова в трудной ситуации. Делятся опытом профессионалы своего дела. Наша команда педагогов, которая работает и которая участвует в сегодняшнем семинаре, имеет большой опыт просветительской деятельности, потому что сегодня перед молодыми педагогами урок литературы ведет победитель областного конкурса «Учитель года 2015 года» Ирина Анатольевна Малышева. Классный час проводит призер регионального конкурса «Самый классный классный» Вишенина Вероника Викторовна. Ну и я являюсь призером всероссийского конкурса «Воспитать человека 2013 года». Сначала учителей познакомили с методическим пособием «А что такое воспитание?». Затем они посмотрели открытый урок в 10 классе и классный час во втором. Последним этапом образовательной программы стал мастер-класс по проектированию классных часов. Там же начинающие педагоги смогли задать вопросы экспертам. Завершится интерактивная школа в августе. Участники разработают и представят коллегам свой образовательный проект. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.